Вот американские уже стихи про любовь. К губам подступает и снова отхлынет волна. Бессмертие навык полезный придет незаметно. Свеча оплывает, горит за окном купина. Стучит в подоконник ее неустанная ветка. А тело в ночи ослепляет, как камень в воде. И чутки бабочки крестом свечи насторожены. И ты, удаляясь, блуждаешь неведомо где. Из сна в этот рай, в этот сон, в полусмерть, в невозможность, в зазор между словом и вещью. Теперь от тебя, наверное, осталось лишь то, что я пальцами помню. И куст за окном говорит, и царит темнота. И море шаги замедляет у комнаты темной. Ушла и вернешься, биение волн и теней. Без смысла и цели, без меры и вне измерений. И век костучится, и слово сгорает в огне, как в вечности знак, положившийся слепо на время. Все тает, гул развязки в полумиле. Кремневый холм искрит об край небес. Лед в трещинах, вода уже не в силе вместить в себя весь ясеневый лес. Все впереди, пока еще терпимо. Потом окаменеют берега. И бог на небе притворится дымом. И навсегда ударится в дыга. Я не об этом. Воздух пей холодный. Бездомностью гордись и верь в зиме. Подобно беженцу в случайной лодке. Вдыхая соль в качающейся тьме. Обиды не наследуют младенцы. Холмы и таки тонут в вечном снег. Все будет так. И никуда не деться. Лишь музыка и смерть. И мокрый снег. Это наш обыск. Понимаете, какая штука? Мне страшно важно, чтобы кому-то это прочесть и посмотреть, как оно звучит. Я уже одну нашла, зацепку, которую надо поменять. Не важно. Камера обскура. Вот это я очень люблю. Причем я уже поменяла последние четверостишки по сравнению с тем, которые похваливали строго печально. У знакомого порога сохнет пыльный подорожник. Под бензиновым закатом парк закатанный в бетон. Мгла рассвета. Осторожно отвернись, пока возможно. Передумай, переделай. Не получится потом. Вот узор теней на крыше. Кто читает эти шифры, пятна в буквы превращает, в тучах с мыслами сквозит, обгоняет наше время ложь от правды отличивши. Зажигает свет в подъезде и по зеркалу скользит. Кто переключает тумблер. Звук дробит, тасует судьбы. Кто из сна, из зыбкой мути, все же верится, как Бог зачерпнуть сумел крупицу. Черноватый вгусток сути из безмысленного шума. Вечный голос, ясный слог. Я ли, ты ли, мы ли вместе? Тщет на радио. Любитель крутит ручки. Нет эфира. Звон будильника угас. Но за тысячу побережий пробудился истребитель. Следопыт путей воздушных, что проводит в землю нас. Лишь несказанное слово. И останется нетленным. Письмена в сетчатке зреют. Эхо реет над землей. Так зрачок границу чертит меж вселенной и вселенной. Меж небеского смешенью и артериальной тьмой. Снова плютит в замке, гробочет. Через три десятилетия прячет зерна персифона. У начала всех начал. Прет сквозь глину подорожник. У дверей, где ангел смерти. Нас февральской чернотою прежде в древнем встречал. А вот это вы его вещь, как бы этот корпус, по исламе, перевели все эти действия? Нет, что вы. Я перевела только то, откуда ручка протянулась. И причем сейчас уже они ручки тянут, бедненькие. А уже куда? Уже книжка... И поэтому я их пока... Я говорю, погодите, сейчас будем делать второе отделение. И пустим вас тоже. В общем, вот про венец у нас стишок. Называется «Лабанёс», то есть «Купальщица». Была эта жизнь, не была, кто бы знал, Но горстью воды в меня кинул канал У набережной серебряющейся узкой Словно лейных тяжелая лодка идет И весь город лежит, как распавшийся плод От крапчатых крыш до светящейся тускло Стеклянной тарелки Рябая волна обивает борта А точнее тишина Всюду море куски, как на выцветшей карте Краски меркнут, темнеют под слоем теней Синие ткани куски на кирпичной стене На сетчатке ветрами пронизанной гвардии Кальни-кальты, капельни, замшелый гранит В аркатуре лагуна мокро блестит Небо древнее, полубезумное клео Проглядела сей град, что ему суждено И в поток гравитация Вязкое дно оседают фундаменты Неторопливо, и в пространство Бредет этот город пустой По колено во мраморной или морской Теплой пене, что снадобь им пахнет и гнилью А вверху, высоко, почти не видать И живым, и умершим привык сострадать Белый лев, что ли, станет и мудрой книгу И дано назначение ему, а не нам Расчислять и учитывать этот бедлам Все на свете, от ангела до трилобита И от острова, где над костями трава В ожидании утра Господня жива До ракушки фронтона с каймою отбитой Рвет сиропка вязаний стен на лету А под маской испаренной липнет к лицу Хоть лица там и нет, и темнеет в тумане Черепица, кирпич, дугера, купола Все утонет туда, где царит Кампала Скаты, крабы, асцидии, фрукти, демары Вечерами в кофейный стакан вина В двух шагах монохромная глубина С тылой бездной, но с морем смиряется зренье Астралисты храм, что сприданут сундук Извинят молотки, исплетение рук Пересилить способно и боль, и вред Сейчас еще буквально чуть-чуть Я уже, видите, приближаюсь к концу Вот это длинный стишок, он вам понравится Он очень бродский, этот стишок, он нарочно бродский Называется предыстория Если у вас будет книжка «Похвала острову», вы там найдете другой перевод Тут я честно скажу, что другой перевод мне категорически не нравится, он ужасен То есть так испортить такой стишок, это надо постараться Это еврема? Нет, какой-то неизвестный начальник С трепетом сказала она и подумала, как он здесь Это стихи о Клайпеде, городе, в котором Денцово родился и прожил два первого года Он по детству его не помнит, возвращался в Клайпеде, очень специфическое место Ну а здесь я об этом все скажу Узнавая неприютный край, где ты рос когда-то Кинт, топтали песок, скучали по имперским гербу и короне Робко плесканием встречали тени в старом городе на балконе Чтоб потом их прически, шляпы, букеты в объятия плеска Пресной жижи с заливом по бедным дергам Маринеска Вот пейзаж, ну не весь, важнее небесные своды Резко в лицо им глядящие, беспокойные воды А истинные гнезда трубы, низко и криво, нависающие над каналом плакучие пивы Комбалой несет, на рейде вертится, как живая яхта Вижу, идет педагог, ключи в кармане сжимая Из креста из красного усталу, дорогу ищет Без восторга оценивает временное жилище Ставные стучат на ветру, полощат бельем мансарда Штукатурка крошится на люльку Ломятся копы от Маркса А за рекой у Дани кварталы ребят по хверкам Монотонные, как эхо, его здесь хватает сверху Отвечает буфет под колом, ложками и фаянсом Над причалом глаз отмечает приземистый англиканский собор Чья крыша, крышки, крынки подобных Дальше почти ничего Граница порог Европы Сей мерцающий мелкий залив пески добороться Где равно костьми полегли Венеды, пруссы, ливонцы Прошлого каталога Дрангенах, остон, блесон, тонущий флот Толща вод, неумолимым прессом Над сундуками и прита С течением спорит нелепость От звуки плеска хмуро стучат в замшелую крепость Так поутру отражение Стынет в воде холодной Под неподвижной лодкой Четче и ярче, чем лодка Так еле внятный голос Звуку немясному Вторя Скажет во сне едва ли не больше Чем в разговоре днем наяву Пропавший мир невидимка Эхо заведует им Никогда не спящая нимфа Над исчезнувшим гордом От самого скагерака До косы, где в туман Погружается в рог, что радость И до ботнического залива Судной трубой гремит нам Катится к нам и дальше Неумолимым ритмом Он разбудит во тьме Домой приведет их с плена Чтобы лишь благодарностью Отвечал неизменно Даже когда тебя цензор Время привычным жестом Вычеркнет к черту из текста Освобождая век Ну, я не знаю Наверное, надо веселую прочесть На конец Хотя, что там может быть веселую Особо Я хотела закончить этим стежком Но Венцову не дала Говорю стишок смело С Вензабродским Венцову называют свои стихи стишками Что мне крайне любезно Это стихотворение Называется «Кавалис при Сейна» Сейна – это такой город В Польше На границе с Литвой Посвящается на памяти Гумилева И сюжет тут такой Ахматова, как известно Кому-нибудь, наверное В Вильнюсе молилась Остробрамской иконе Божьей Матери Знаменитой католической святыни Которая находится в Вильнюсе В золотых ворот Ну, наградная такая икона Чтобы Гумилева не убила на войне И действительно Гумилева на войне не убила Но, как известно Потом все А тут Как бы пойман тот момент Когда Гумилев Знает, что он Не уязвим В Березнике За пятнами протален За валунами Враг таится зоркий И коню стал Шпорами ударен Пустился рысью Озеро под горкой Лежит белее Ледяной коркой По воде В сжатом кулаке Застыли Окочнев Бинокль туман Мокрый Он оторвался От своих На милю Вокруг костра Уланы говорили Что до утра Не будет Вероятно Атаки Ужин в котелке Варили И газ над белоком Луч накатный Ритмично Бьется сердце Сердцу внятно Все сбудется И все осуществимо На плодотворных Долгих лет Десятки Над ним Растерли Крылья Серафимы Золотых ворот Он стал Уязвимым Он знает Мир Поздаст ему Старицей Все рифмы Будут в цели Все пули Мимо Война Победа Светлая столица Ну все Можно задавать вопросы И можно покупать книжки Раз меня уже торопят Значит Мне уже пора Спасибо огромнейшее Если есть вопросы Если хотите Я могу прочитать Свой собственный стишок Хотим Я сочинила Три стишка Про Венцлова Прочитаю Наверное Последние Это Томас Венцлова Он прекрасен У него голова На плечах Осталась На обоих Наречиях Родных Орясин Нету Слов подходящих Какая жалость Он большой Как большое дерево ночью Он на все вопросы Знает ответы Я так рада Видеть его Воочию Обещает приехать К началу лета Он Мир сошел с ума А он совершенно нормальный Был привит от чумы Когда мы еще Не родились И стоит Как тот собор Посреди развалин По которому Бомбардировщики Я родилась